Так, всем привет, вы на канале CryptoCommons, быстренький апдейт, потому что у меня мало времени. Смотрите, что происходит с биткоином. Слили, в моменте, вот прямо сейчас слили сильно весь этот рост, выше 30 ушли, 3300 и упали на 29600. Что это значит, ребята? Ровным счетом ничего, вот здесь побрили лонгистов с большим плечом и точно так же можем сейчас легко закрыть это падение. Собственно, что и будет нам говорить, что будет знаково сейчас, это если мы не уйдем сильно ниже вот этой зоны, вот этого канала, как бы. Вот этой зоны поддержки, да. Потому что, смотрите, здесь были покупки, здесь были продажи. Это некий такой у нас флэт диапазон. Если сейчас мы пробиваем его вниз, то да, ребята, это краткосрочный шорт, куда-нибудь на 28, на 27 тысяч вообще легко. Почему бы и нет, как говорится, даже по локальной ФИБе сходить куда-нибудь на 0,5, на 28,300 или на 0,618, на 27,500, как будьте здрасте. Но, я думаю, что, возможно, и нет, ребята. Если сейчас мы удержим эту поддержку или какой-то ложный закол и возвращаемся в канал, то это все можно рассматривать как продолжение роста, как просто некий бычий флаг или типа того. Смотрим более глобальную картину. Пятидневный таймфрейм. На Сайфере у нас появилась красная точка. Кстати, только что это не очень хорошо. И на стороне медведей тут у нас есть некий такой восходящий клин, посмотрите. Медвежий клин. И если мы будем пробивать его нижнюю границу, это 28 тысяч. Или хотя бы вернемся на ретест. Вот там вот, да, с одной стороны можно будет лонговать, потому что это дно, да. А с другой стороны, если мы ее пробьем, вот тогда, да, мы будем с вами говорить о более глубокой коррекции. Куда-то, может быть, даже вот к предыдущей зоне сопротивления в районе, опять же, 25,600, 25,500. Так что, видите, все сходится за то, что, да, мы можем упасть, пробить локально эту трендовую, побрить всех и потом пойти наверх. И тоже не так быстро, а как-то там более плавно, ввиду того, что халвинг, ребята, накопление и, опять же, дно медвежьего рынка потенциальное, оно может быть долгим. Это надо помнить. Но, тем не менее, друзья, я хотел назвать это видео «By the Deep». Поскольку такие свечки на бычьем рынке в итоге нужно выкупать. Если мы сейчас упадем вот так вот, то это нужно, по идее, выкупать. В какой-то момент это развернется и пойдет наверх. Но тут я посмотрел на Chainlink, ребята. Я увидел свой трейд по Chainlink на бирже BitGet, ссылка на которую, кстати, в описании. На этой бирже до сих пор не парит мозги с KYC и с ограниченными территориями. И здесь очень много интересных вещей, которых нет на других биржах. Ну вот, например, инверсное обеспечение на фьючерсах. То есть, смотрите, я сейчас торгую Chainlink'ом. Плюсик, короче, на 20 тысяч BitGet'ов. Плюс 500% BitGet токенов. Я, кстати, этот лонг показываю, держу уже 2 недели в каждом видео. Так что, ребята, если вы тоже в него залетели, ставьте лайк обязательно. И проверьте, подписаны ли вы на CryptoCommons, наконец-то. Потому что мы с вами, ребята, уверенно идем к 100 тысяч подписчикам. И как только мы пробьем 100 тысяч подписчиков, у нас будет супер-мега-розыгрыш крипты. Поэтому обязательно проверьте, подписаны ли вы, ваши друзья, соседи и собачка. Вот. Поэтому с BitGet'ом что тут хочется сказать? Только у них есть такая фича, что вы можете торговать одним альткоином, а профит получать в другом. Ну или убыток, соответственно, получать. Надо понимать, что если вы идете торговать на биржу, то тут как бы сначала научитесь контролировать убытки. А потом уже будем говорить о прибыли. Так что вот, смотрите, здесь есть явно вот такой восходящий канальчик, из которого мы выбились сейчас по линку. И возможен, конечно, откат. Возможен откат. Вот почему я забрал часть прибыли в BitGet токенах. Да и сами BitGet токены, честно вам скажу. Они, по-моему, только на споте еще есть. Но, ребята, извините, но BitGet, конечно, очень-очень сильно вырос. Как минимум. Давайте так. И тоже напрашивается коррекция куда-нибудь хотя бы к 5-дневной, а то и к недельной сетке AMA Ribbon, друзья. Поэтому я думаю, что я сейчас буду фиксировать прибыль также на споте по BitGet. Часть этой прибыли я буду фиксировать с целью перезайти в него пониже. Вот. Что касается других биржевых токенов. BitDAO. Много вопросов было, что с BitDAO. Ребята, BitDAO, как вы уже, наверное, заметили, убрали с Bybit, а вместо него залистили токен MNT. Пока только на споте. И обменяли в соотношении 1 к 1. Всем, у кого были биты, насыпали этот токен MNT. И что мы видим, что в принципе он растет. Он растет и уже доходил до 0.6. Сейчас стоит 58 центов. Вырос, получается, да, на 30% с момента листинга. Так что да, сейчас вы можете просто на споте торговать этот MNT. Но я думаю, что скоро его добавят на деривативы и на фьючерсы также. Вот. Что по Ripple, ребята. По Ripple у нас выйдет скоро большое видео, поэтому обязательно проверьте, нажат ли у вас колокольчик, чтобы не пропустить о нем уведомления. А в целом, конечно, позитивно сказался на цене их кейс в деле SEC. И что мы видим, да, что трейд был на самом деле идеальный. В этот раз был трейд идеальный, опять же, по Ripple. Всем респект, кто в него залетел. Подписывайтесь обязательно к нам в телегу, чтобы не пропускать более частые алерты. И да, опять же, это все похоже на самом деле на флаг. Несмотря на то, что я здесь разгрузил уже 75% от маржинальной позиции, я думаю, все еще мы можем пойти сильно наверх по Ripple. О, нифига себе, какой маркер. Я думаю, что мы все еще можем пойти сильно наверх по Ripple. Поэтому часть держу и, может быть, даже буду влетать на пробитие сопротивления. Не знаю, посмотрим, конечно. Напишите в комментариях, как думаете вы про Ripple, про Bitcoin Trash, про те альты, которые уже начали шевелиться. Ну и что вы думаете, конечно же, про биток и про эфир, которые все еще плавно-плавно отбиваются от сетки. Посмотрите, недельный таймфрейм, ясный выход из красного money flow, ясный разворот сетки и my ribbon в бычью сторону, поддержка. Ясное сопротивление, которое мы сейчас имеем, предыдущая поддержка 30к, да. Но если биток сейчас улетает наверх, ребят, то я думаю, что следующие цели, ну, вот этот диапазон. Вот этот диапазон примерно средних значений в районе, там, 37-47к вот сейчас на глаз. Но это может быть и уже диапазон, и шире, и направленный наверх, и горизонтальный. Но, грубо говоря, куда-то в район 40 тысяч за биток, я думаю, мы сейчас увидим в ближайшее время. А там-то он, кстати, может и не остановиться, и по экспоненте, и на 50 пойти. Напишите, что вы думаете о таком развитии событий, сумасшедший или гриня, или to the moon. Вот. А вам всем профитроли, спасибо, что смотрите. У кого возникли проблемы с P2P-обменами на Binance, напоминаю, что есть офигенные обменники FastChange и шахта, ссылки на которые в описании. Очень быстрый, качественный обмен всех направлений. Проверьте, если вы еще их не используете. Да, и на Femex могу отметить, что, несмотря на всю вот эту болтанку, но альткоин-портфель, в принципе, растет, который я набирал в третьем плече. Частично захеджировав его шортом к Binance, вот, но в сравнении, как бы, в процентном соотношении это микро-шорт, поэтому пока в основном лонг к тезеру всех вот этих альтов. И я вижу, что да, они растут, они реально растут, но в основном за счет Chainlink сейчас, конечно. Так что да. Короче, резюме какое. Торгуем осторожно. Если пробиваем сейчас вот это дно, то сокращаем лонги, как минимум, или хеджево шортим. Если удерживаем и идем наверх, то вы сами знаете, что делать. Всем спасибо за просмотр, всем профитролей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, добавляйтесь к нам в телегу и до следующей встречи. Пока. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...